Здравствуйте, дорогие друзья. Я вас приветствую в городе-курорте Анампа. Мы сегодня всей нашей семьей отправляемся на страусиную ферму. А это наш автобус, который нас повезет. Едем вот такой, Марина. Экологическим парком получим удовольствие. Также красивая ПК-сессия у вас будет. Вы продегустируете полезные блюда из страусов. Мы из Большого Триш, где будем отдыхать, наслаждаться морем, получать климатолечение в естественных условиях. Уважаемые гости, пожалуйста, чувствуйте себя комфортно. Приехали на территорию экопарка. Страусинная ферма. И здесь сейчас посмотрим, что есть интересного. Ребята уже все побежали по заказывать, все покушать. С мостиком находится очень красивый водоем. Там рыбки, лягушки, а еще вот эти... Можно еще купить вот такие вот сувенирчики страусиных перьев. Здесь разные изделия. Это венчарная мастерская. Так что вот такие вот павлининские перья. Очень много интересных фотозон. Сирена заработала. Поет павлинин, ребята. У вас павлины встречает, да? Кажется, страусов можно позвать типа. Перед вами черный африканский страус. А как кого различить? Коричневая, немножко незрачненькая, общипанная. К сожалению, это девочка. Черный вот там подальше. Красивый. У него будет красный клюв, красные ножки. Он только побольше. Это мальчик. Но вот так в природе заведено, что мальчик должен быть красивым. Он должен очень хорошо постараться, чтобы девочку привлечь. Все работа у него такая. А рассмотрим птичку. Она очень крупная. Рост примерно 2,5-3 метра. Вес 160 килограмм. Но у нас самый большой, он как раз вот идет сейчас самец. Он 130 весит. Он самый крупный, он как вожак идет. А так у нас всего 3 самца. Все остальные уже будут девчонки. Почему так? Потому что они живут семьей, гаремом. Один самец и 5-7 самок. Ну точно так же, как и у курочек. Итак, птичка имеет крылышки, но она не летающая. Попробуйте 160 килограмм воздух поднять. Ну тяжеловато будет, да. Шипят, ругают. Ну конечно, вот так все бывает. Рассмотрим дальше ножку. На ножке вы увидите два пальца. На одном большой мощный ноготь. Если страус пугается, он голову в песок не прячет. Это миф. Это неудобно, неприятно. Предлагаю вам попробовать. Вы поймете, что так все сделать. Итак, что он делает? От своего страха он гриба убегает. Скорость 70 километров в час. Как машина практически. Если на вас бежит страус, он вас снесет. Я вам очень сильно соболезну. Так что вот так. Где-то вдалеке у вас есть шанс уйти. А близко, увы, нет. Второй вариант. Страус может защищаться. Одной своей ногой он снесет голову льва. Вот так вот. Удар похуже лошади будет. Очень сильная. Смотрим дальше. Головка. Маленькая, да, по соотношению с самим телом. Птичка очень глупая. Мозг у нее примерно чуть меньше, чем глаз. Один глаз весит 40 грамм. Это что-то типа грецкого ореха, то, что внутри. Они очень, я бы сказала, не глупые, а тупые. Они постоянно бьются об этот забор головой. Они пытаются его есть, сварку отклевывают. То есть вот так вот. Просовывая голову между этими палками, они забывают, как вообще засунули эту голову и бьются. Вот так вот. В это очень неудачное место свою голову засунут, шея ломается, они идут на бургер. Вы видите сами, шея у них такая змеиная, да, очень мягкая. Такое очень травматичное место. Травма их большая боль. У нас есть одна девочка, у которой вывихнуто крыло. С ним ничего не сделать, его не вправить, потому что травма на всю жизнь идет. Поэтому самое печальное, это, конечно, шея. Ноги уже не так, конечно, быстро ломаются. Крыло не страшно. Птица, еще раз повторю, не летающая. Итак, что кушаем? Травку, листочки, цветочки, зерновые. Но им необходимы камни для пищеварения. Самостоятельного у них нет. Если честно, вы можете дать им все, что угодно. И конфетку, и пластиковый какой-нибудь стаканчик. Они все съедят, если смогут это проглотить. Вот так вот. Они даже перья у себя выщипывают и проглатывают. Вот так. Вы понаблюдайте за ними, они очень забавные, ребята. Вот такое вот яичко, правда, уже половинка, чтобы вы смогли увидеть, что вообще внутри. Видите, яйцо такое немножко потрескающее все это, да. Оно может быть 3 миллиметра с крупа. У нас, видите, оно такое белое, полумат, полуглянец. Самое первое яйцо, которое сносится после холода, оно очень тонкое и матовое. Дальше идет толщина, прибольшая, полумат, полуглянец. И самое последнее, глянцево-желтое, вы увидите у нас с сувенирной продукцией. Можете скорлупу приобрести. Яйцо бывает оплотворенное, не оплотворенное. Неоплотворенное яйцо вы можете попробовать только в омлете. Яичницу невозможно жевать. Кто-нибудь из вас пробовал гусиное либо утиное? Ну, там оно очень плотное. Тут у страусов, наверное, раза в 3-4 плотность выше. Невозможно жевать, вот мармелад получается. Поэтому омлетиком самый выгодный вариант. Самый простой и более съестной. Оплотворенное идет у нас уже в инкубатор. Наши страусы не высиживают, просто часто яйца забирали, навык уже утраченный. Инкубационный период идет 45 дней при температуре человеческого тела. Дальше рождается страусенок. Ему надо 3 года, чтобы стать большим, сильным, крепким, здоровым. Но выживаемость у маленького страусенка 30%. Они очень слабые, они очень хилые. Вот у этих страусов есть под шеей жир, благодаря которому они выживают при минус 30, плюс 30, минус 30, да, и не болеют. Вот так вот. Для нас тоже жир полезен. Можете увидеть у нас в холодильничке омоложение и регенерация. А так вот, да, к сожалению, у нас своего инкубатора нет. Поэтому страусов, как видите, мало, они очень глупые и часто себя калечат. Поэтому бургеры у нас есть всегда. Вот так вот. Мясо диетическое, что-то между говядиной и индейкой. Можете бургер попробовать. Чисто отдельно мясо мы не готовим, его невозможно сжевать. Ну, вот так вот. Видите, они постоянно в движении ходят, да еще и всякие ножи в татраху и делают. Они очень любознательные, особенно парни. Они такие более опасные. Они шустрые, ребята. Чем занимается Даша? Кормит кого? Ты старался покормить? А тебе понравились? Да. А это кто такие? Кошки. Ой, ой, что ты меня запалил. А! Кусается? Я думал, ты добрая коза. А, он козел, понял? Поэтому кусается. Да, ему не бойся, не бойся. Палец только откусит. Смотри, коза. Ой, какая лапочка. А енотов покормила? Да у нас все было для енотов. Да, они капусту тоже едят. Да? Да. Вот еноты. А что они едят? Они складывают и не едят. А их уже, наверное, накормили. Петушок. Пурочка и петушок. Здесь вот кролики. Сесарки. Слепы, чтобы он все у вас мешает. Веркблюды. А что у вас есть с собой? Яблоки, сажарки? А если он плюнет? А ничего не право, что он вытрем? Я боюсь. Боишься, не дай, Катя? Ты будешь, нет? Ты мне не дай. О, не дай. Привет. Эй, не могу не бояться. Там губами есть, что вы боитесь? Ты дай ему целиком. Еще есть такой клевый ослик. Ребята, просто капитальный красавчик. Все разошлись, мы пока летали. И они теперь, смотрите, с радостью с нами. Они готовы пообщаться. Вообще. Привет. Привет. Смотрите, как он на вас реагирует. Сейчас клюнет. На, дарю. Будешь? Он прям смотрит на меня, по-моему. Клевый, да? Сейчас меня съест. Клевый. Смотришь, надо посмотреть на таких птичек. Вот этот, который сломан крылом. Но без него может жить спокойно. Все остальные, все, разошлись. И мы им вставили неинтересно. Есть павлинчики. Тоже красавчики. Белые павлины. И кричат они, конечно, громче всех. Смотрите, ребятки. Есть еще вот такие вот попугайчики. Они переехали из зоопарка, который был в Анапе. Что-то на содержание. И еще кролики. В смысле, ручной страус. В смысле, ручной? В смысле, ручной? Его можно погладить? Да. Можно прям к нему зайти. В смысле? Иди, зайди к страусу. Иди. Я боюсь. Ну, как бы... Привет. Не напрасно. Они вообще как бы... Ой, я страус оглашу. Смотри, зояк. Он очень ласковый, ручной. Смотри, огонь просто. На тех смотришь, он тебя съест. Он клевый, как ты... О-о-о-о. Что-то... На туре реально ручной страус. Это эму, да, получается? Да, эму, да. Красавчик. На африканского пока не удается приручить. У него мозгов не хватает запомнить. Надо все клевать. Ой, ой. Гриша. 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 Нет, Гриша выходить не будет. Я знаю, ты убежать хочешь. Мастер-класс по гончарному мастерству происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Настоящий гончарный круг. И можно попробовать что-нибудь слепить. Завораживает этот круг, крутится. Получается, самые такие красивые изделия. Из таких вот маленьких, получается, все-таки потом большущие вытягиваются. Очень красиво смотрится. Если у вас есть желание, вы можете также сесть рядышком под руководством мастера и попробовать сделать самому свою глиняную с культурным, с кувшинчиком. И потом его даже забрать себе домой. Мы взяли с Данилкой себе по бургеру. Один куриный с страусом. Я все-таки попробую сейчас страуса. И вот еще мы его сейчас в закусе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали в карте любви, либо беседка любви, ротунда любви. Ее почему-то все вот так и у нас любовью ассоциируют. И рядышком с нами здесь можжевелая роща. Времени не так уж и много здесь, но успеете выйти, сделать красивые фотографии, подышать воздухом обеззараженным можжевельником. Ой, как тут цикады звучат. Отсюда у вас уже открывается вид на наш большой вот триждорогие друзья. Виды, конечно, великолепные. Вообще, из информации отсюда с ротунт можно спуститься и вон туда на дикий классный пляж. Вот такой просто. Девочки мои делают красивые фотографии. Улыбочка. Раз, два, три. С очками вообще огонь. Оно улыбнет. Мы добились до большого утреша. И можем увидеть, сколько сегодня людей на воде. Потому что водичка у нас очень гладкая. В нашем автобусе наши ребята выходят, собираются. У нас сейчас впереди дельфинарий, потом дегустация по желанию и два часа времени есть на прогулочке. Море сегодня, видите, у нас такого молочного цвета. Это из-за того, что пришла прохладная вода. Она уже потихонечку остывает и такая красота. Мы отправляемся в дельфинарий. Посмотрим на дельфинчика. Легковой транспорт 400, автобус 7500, автобус 20 мест 1000 рублей. Платная парковка у нас. Зона визжатия, зона плана. Ни одного официального знака просто наедала для людей. Прилиг музею, Центр изучения Черного моря. Здесь всякие разные схематы. Можно пойти посетить. Столовая. Делали в прошлый раз на нее обзорчик. Вкусная столовая. Просто на Мидии. Лагуна, бар. Там дегустация. Все с детками. Прям клево смотреть на это. Потому что действительно такая экскурсия именно для детей. Порадоваться, повеселиться. Вот здесь дегустация, ребята, проходит. Здесь ребята приглашают шашлычок устрицы, утрическая. Барабулечки, пожалуйста. Фрукты, овощи продаются. Также выпечка, одна из, наверное, на побережье. Вот вам, пожалуйста, все ценники, которые надо будет с собой взять. Шикарно. Красотища. С правой стороны можете видеть, что здесь домашняя кухня, столовая. Бегстро можно покушать. Ел там в этом году. Молодцы. Все очень вкусно и свежее. С этой стороны здесь прям аншлаг, друзья, на пляже. Кафе тут прям вообще полный аншлаг. Людей сидит много. Ну, классно, да? Волнения нету в море. Вода кристальная. Можно посмотреть, что, ребята, по цене. Прикидь и покушать на берегу. 220 шаурма. В принципе, нормальная. Это прям на берегу моря. Ребята, здесь готовится швычок. Параль 300. Дорадо 150. Семина с кафой. Курица с кафой. Курица с кафой. Курица с кафой. Места. У меня больше радует на то, сколько здесь людей приезжают на отдых. И 400 рублей вещаки никого не смущают. Все разобрали. Ну, а наши уже стоят на заход в дельфинарию. Мы зашли на территорию дельфинария. Заплатили по 100 рублей с человека, чтобы пойти и посмотреть на дельфинчиков поближе. Мне самому интересно посмотреть, в каких условиях тут дельфины проживают, как они тут все хорошо или нет. То есть территория большая. Есть туалет. Посетить можно вот такие скульптуры. Только что закончилось представление. После представления остается много очень людей, которые тоже хотят либо искупаться с дельфинами, потому что это как дельфинотерапия. Это прям очень классно. Видите, вот зовет. И вот он, смотрите, приходит. Ой, какой крутой. Сверху себя дельфинчики. То есть вот прям очередь стоит. По кругу прям идут. Вот это да. Что-то нереально. Там фотографируется с дельфинами. Много-много-много можно говорить по поводу того, что там кто-то против того, чтобы с дельфинами работали. Но эти уже выращены в неволе, ребят. Был случай, что их порезали сетку, отсюда выпустили, а они потом все обратно вернулись. Потому что они непривычно не смогут жить в открытой природе. Вот эти какие они клевые прям вообще. Со стороны посмотреть на дельфинчиков, они там рыбки сразу дают. Прям прикольно. Пришло время попробовать самое необычное, что я ел, наверное, в этом году. Очень необычное, прикольно. Мне кажется, что это мясо птицы, похоже на обычное мясо. Говядину даже по вкусам, характеристикам. Пробуйте, лайк. И попробуем запить компотиком, которые взяли также у ребят на страусе на ферме. Вау, съедительно. Даша, расскажи, кто тебе понравился больше, страусы или верблюды? Кролики. Кролики больше всего. Сейчас пойдем в дельфинчиков смотреть. Да. Вообще, ты видела? Увидела белуху? Тебе понравилось? Да. Данил успел посмотреть белуху? Вон она, смотри, вот-вот-вот, всплывает, всплывает. Смотри. Ух ты. Да, смотри, да, вот эти места. Вообще. Привет. Увидел? Какая красивая, клевая белуха. Хочется, всегда помогает, потому что они такие клевые. Повезло, что никого нет. И эта фотозона у нас сейчас свободная. Мы пошли на дельфинов посмотрели. Тут много таких мест, где детки хотят фоткаться, причем сама просит, говорит, хочу там, хочу там. Крабик, белуха. Здесь вообще полностью перегородили все. И теперь машину тут можно поставить только платно. Ну, короче, те же яйца, только сбоку. Один год там побыл. Триш бесплатный. Мы опять тут пришли, начали, говорится, денежки брать. Прям даже интересно бы, как администрация бы нас это прокомментировала. Легковые 400, автобус 500, автобус 40, несколько тысяч рублей. Кому что заедет, я был бы в шоке. Пока у нас есть там еще пару часиков на тряше, можно либо, допустим, взять яхту в аренду, либо пойти купаться на море. Я бы, наверное, пошел купаться на море, но так как я блогер, мне надо снимать. Мы сейчас идем на маяк. В ту сторону там, смотрю, прям очень большое количество людей на посещение. Смотрите, какая водичка. Я здесь советую купаться, потому что, видите, медузки есть. Вода чистая, прозрачная. Здесь девочка лазит с очком. Тут вообще такая кристально чистая вода. Смотришь. Ой, мама, где это? Ну, на самом деле, место райское. Мы находимся далеко от берега, прям на глубине морской. За счет оползня образовался. Если вы знаете историю треща, это все в автобусе рассказывает. Прям интересная экскурсия. Дело как бы интересно. Я ее не показываю, потому что вы должны это послушать сами, чтобы вам было интересно. Вы можете тоже слушать, а это будет не то немножко. То есть история всех поселков, через которых мы проезжаем. Там Варваровка, Гайкадзор, там про церкви, надельни. То есть обо всем, обо всем в этом вы узнаете экскурсию автобуса. Но здесь мы гуляем дальше на остров. Вот трещатся, да, вот к часоньке сейчас чуть-чуть полетаем. Тут, вот, девочка отдыхает. Хорошего отдыха. Отлично. Сюда вот направо можно выйти, там, к пляжикам покупаться. Тоже хорошие места. Видите, сколько люди зонтиков по нас ставили. Мы будем сокращать маршрут. Я вам сверху покажу эти пляжи. И выйдем вот в эту сторону. Вообще здесь привели детей на посещение этих достопримечательностей. Их есть часовинка и памятник Як-40 погибшему экипажу. Котика даже водички принесли, ведь он тут живет. Приходите попросить у чудотворца всего, чего вам хочется. И отсюда открываются просто сумасшедшие виды на чистейшее море. Какая красота. Привет вам. Всем привет. Как зовут? Эмиль. Андрей. Матвей. Даня. Колян. Какой город? Москва. Москва. Ногинск. Ногинск. Привет. Привет. Элементрол! Ура. Ого. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дегустация Да, тут закупаются, все попробовали уже, все довольны, бокалами с бутылочками, прям счастье на глазах накупались, идеально можно сказать Все, семейство нагулялось, ты довольна? Ага Тебе понравилось на нем? Папа, папа, мы команду нашу нашли Ух ты, а ты довольна? Тебе понравилось? Устала? Вот такие вот, насыщенная прогулка получилась Крайняя остановка наша, сегодняшняя маршрутка, друзья Это, конечно же, памятник Орлу, символизирующим Кавказ Сначала Кавказских гор и шикарным видом на город Анапа Здесь заработала площадка, на которой вот тут предлагают и мототуры Нужно покушать пиццу, ребята, водички взять себе И это все реально шикарным видом Анапа Камень желаний, говорит, оставь денег и исполните твое желание Девчонки, надо оставлять, а не брать Наши все ребята с одной дегустацией пришли, переехали на вторую дегустацию Это мое семейство Тоже идешь дегустировать? Дети в это время играют в баскетбол Уже 10 лет, поэтому будет 3 вида полусладкого вина, 2 вида чаще Когда вы где-то покупаете или пробуете вина, всегда обращайте внимание на название Если вы встречаете название типа Теблеты, браслеты, лекарь, пекарь, пекарь, мозг Люблю мужчину, сок, люблю женщину, посреди пунктов, рекордной зоне и т.д. Это все к вино не имеет никакого отношения Вино имет Любит свое собственное имя Собственное имя вина, это сок винограда и никак иначе Это раз Второе Когда вам на берегу моря, подвалывайте в машинке Дают попробовать вино Всегда показывайте друг другу язык Сера была малиновая, скрапинка И мне больше всего нравится, с диалековым оттенком Это краситель И третье показатель Чтобы сделать литр вина, уходит 3,5-4 килограмма винограда Соответственно, посмотрели стоимость одного килограмма И приятно удивились, что у вас полка ручки за 350 Вино, производное слово виноград Ежевики, малины, смородины К вину не относятся, в лучшем случае, к винному напитку Вино мы пьем не для того, чтобы накидаться, а для того, чтобы получить удовольствие Соответственно, чем оно темнее и терпче, тем позже по времени выстреляется Поэтому у меня завтрак, обед, ужин А вот эти гликадины, они конглосуточные Итак, шардоне Первое, белая полусладкая урожай прошлого года 12-14 градусов Это легкий сорт, легкое вино Предназначено, если вы с вечера хорошо погудели, утром поправить здоровье Достаточно одной фужерки Это домашний компот 12-14 градусов Концентрирую ваше внимание Потому что литрушку полторы уговорили, голова на месте, а ноги по столу убежали Вино бьют не в голову, а вино бьют по надам Стоит вам всегда помнить, когда вы пьете вино и соизмеряете свои силы и возможности Оно как тонизирующее, можно так сказать правильно Две фужерки выпейте, 100% перейдете на обеденное Три на вечернее, а там круглые сутки Второй сорт будет у нас Мерло Это уникальный сорт исторический Выращивается с 1896 года на Кубани Завезем казаками До этого периода это вино подавалось только королеве Франции Под дичь, такой фильм «Сеня, дичь» Мерло перевернулся как черный дрон Значит стоит числинка, это сорт там вино получается Особенность, она пьется необычно То есть вы пиалку выливаете, берете горячее мясо Кунаете в пиалочку Пушаете и запиваем Получается бомба Вином надо не долиться, вино на самом деле надо Сухие я не делаю, в принципе, реально Потому что получается от жары очень много чаще Столько мне не выпить Любимое вино Сталина, кинзмараули Один из видов или сартов Торца-Киралиса Но вино называется по населенному пункту Это вечернее расслабляющее вино Рекомендуется с твердым сыром Просто такое его называют сталинское вино Или сталинка, да, так называемое Терри бутылочку, твердый сыр Мерло Попробую на язычок Я на вас смотрю и сам не хочу Слушай, прям вкусно Чача винная Значит, когда вы в городе встречаете чачу Особенно запаха Близабелла, пейс, кламбрикоса, дыни, сейквы и т.д Это скук вода и порошок Потому что она никакого отношения к чачи не имеет Чача переводится как винная самогонка Все очень просто Соответственно, в Кавказских республиках делается из жмыха У нас она делается из дина Вино зауксила перегнали и настояли Розмарин можжевиловый Раз И на дубе два Это помягче Это потяжелее 45-46 градусов больше не поднимаем Девочки ее пьют Один в трем с вином Лайм, лед, мяту Трубочкой кайфуем Мальчики в чистом виде обычно До литра подмельного синдрома нет Дальше шатает Для мальчиков, говорю, два литра ушатали Шторки закрылись Утром глаза открывайте Жена довольная Вы никогда не помните Вы хотите повторить Отдыхающие боятся чачи Это прям огонь Ядреная, когда она 67-80 Вот тогда она ядреная Девочки предлагают мед Ценю скажите, пожалуйста, что по чем По маленьким меду, жатый контакт Еще почти 50,2 мм Отличный, маленький крест, по шутку Даша, пошла мед пробовать, да? Да Какой тебе понравился больше, Даша, затоптали? Отлично Ну что, какой вкуснее последний? Мы сегодня посетили очень интересную экскурсию Побывали на дегустации В конце можно сделать все просто умопомрачительные фотографии Возле памятника Орлу Прикупить сувенирчиков После того, как продегустировали, так сказать, разные винички И будет у вас все очень классно Виды здесь, честно, очень шикарные Давайте посмотрим на всю эту красоту, конечно же, еще сверху Аната, мы любим тебя Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok